Добрый день, дорогие друзья! 8 июня – день рождения знаменитого русского художника Ивана Крамского. Сегодня мы будем говорить о трех шедеврах мастера – «Русалки», «Христос в пустыне» и «Неутешное горе». Иван Николаевич Крамской – русский живописец, рисовальщик и художественный критик. Он был инициатором учреждения и руководителем с 1863 года Санкт-Петербургской артели художников. В 1870-м Крамской стал членом-учредителем и ведущим-идеологом Товарищества передвижных художественных выставок. С 1869-го – академик Императорской академии художеств. Среди картин художника много выдающихся полотен. И одним из шедевров, безусловно, являются «Урсалки». Эту картину можно встретить также под другими названиями – «Сцена из «Майской ночи» Гоголя» и «Майская ночь». Она задумывалась Крамским как первая из цикла работ по мотивам вечеров на хуторе Близдиканьки Николая Васильевича Гоголя. Однако полотно «Русалки» – такое название дали ему зрители – так и осталось единственным на эту тему. Иван Крамской написал эту картину в 1871 году. Заканчивал работу летом в селе Хатень Харьковской губернии, ныне поселок городского типа, находящийся в Сумской области Украины, где он жил в имении Хатень, принадлежавшем Павлу Сергеевичу Строганову и его жене Анне Дмитриевне. Главным для Крамского при создании картины «Русалки» было не проиллюстрировать повествование Гоголя, а передать необыкновенную поэтическую красоту лунной украинской ночи. Художник писал «Все стараюсь в настоящее время поймать луну. Трудная штука луна. Я рад, что с таким сюжетом окончательно не сломил себе шеи. Если не поймал луны, то все же нечто фантастическое вышло». На картине изображен берег реки, у которого ночью расположились русалки-утопленицы. Фигуры девушек бесплотны и отрешены от внешнего мира. Они погружены в состояние внутренней сосредоточенности и глубокой грусти. Портретист Крамской намеренно лишил их индивидуальности и ярких черт. Сон лунных девушек уже не принадлежит миру людей. Они сливаются с лилиями в пруду, со стволами деревьев и соцветиями сирени. Красота русалок теперь не в чертах лица, а в отраженном лунном свете. Именно лунный свет преображает ночной пейзаж яркими бликами на стенах заброшенной хаты и одеждах утопленниц. У Ивана Крамского почти нет пейзажей, но на картине «Русалки» художник старательно прописал пышную природу Малороссии – темную реку, тростник на берегу и усадьбу, окруженную тополями. По мере того, как Крамской работал над полотном, строение на пригорке все меньше походило на гогольское жилище сотника и все больше напоминало родной дом Ивана Крамского. В миллионной хатке под соломенной крышей в Острогожской и Воронежской губернии художник родился и провел первые 16 лет жизни. Сейчас там находится дом-музей Крамского. Картина под названием «Сцена из майской ночи Гоголя» впервые была представлена на первой выставке «Товарищество передвижных художественных выставок передвижников», открывшейся в Петербурге в конце 1871 года. И зрители, и критики, и художники отнеслись к полотну с интересом. Сразу после выставки его приобрел Павел Третьяков. Интересно, что в 1872 году Крамской внес некоторые изменения в картину. О русалках ходило множество легенд. Говорили, что в Третьяковской галерее по ночам слышалось пение, возникало ощущение внезапной прохлады, а барышни, которые долго смотрели на картину, якобы сходили с ума и бросались в реку. Только после того, как полотно перевесили в темный угол, чтобы на картину не попадал солнечный свет, русалки перестали колобродить. На второй выставке передвижников в декабре 1872 года Иван Крамской экспонирует картину «Христос в пустыне», которая сразу же вызвала бурные споры и впоследствии заняла совершенно особенное место в творчестве художника и в русском искусстве вообще. Толчком к написанию картины послужило полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Крамской был глубоко возволнован этим произведением. Для себя задачу он сформулировал так – поставить перед лицом людей зеркало, от которого бы сердце их забило тревогу. Первую попытку изобразить Христа Иван Крамской предпринял в 1867 году. Фигуру Иисуса живописец выполнил крупным планом на вертикальном холсте. Полученный результат Ивана Николаевича не удовлетворил. Ему не удалось реализовать свой первоначальный замысел и включить в действующие лица произведение «Каменистую пустыню» и «Бескрайнее небо». Эту версию картины в последний раз видели на публике в 1887 году на посмертной выставке Ивана Крамского, а дальнейшая ее судьба неизвестна. Художник не отказался от идеи создать образ спасителя, поэтому во время путешествия по Европе Крамской изучает работы великих мастеров, прикоснувшихся к сакральной теме и ищет своего Христа, тщательно прорабатывая в мыслях и на бумаге отдельные детали будущей картины. В Третьяковской галерее хранится эскиз произведения, созданный мастером в Крыму. Как видно по рисунку, Крамской уже сформировал общий сюжет, наделив важными особенностями небо и пустыню, но характер Иисуса еще недостаточно раскрыт. По-видимому, художник начал писать основной вариант картины в ноябре 1871 года. Об этом свидетельствует фраза Крамского «Начинаю Христа» из письма к художнику Федору Васильеву, датированного 8 ноября. Мастер продолжил писать картину летом 1872 года под лугой. 10 октября 1872 года работа над картиной подошла к концу. Крамской написал Васильеву «Да, дорогой мой, кончил или почти кончил Христа, и потащит его на всенародный суд. Все слюнявые мартышки будут тыкать пальцем в него и критику свою разводить». На картине мастер изобразил библейский сюжет, в котором описывается сорокадневный пост Спасителя, уединившегося в пустыне после своего крещения. Иисус сидит на камне в ожидании восхода солнца. На нем темные одежды, ноги его босы, а кисти рук сцеплены в замок. Одинокая фигура выражает усталость и задумчивость, лицо проникнуто отрешенностью и безысходностью, но при этом в мужчине чувствуется эмоциональная сила и готовность сделать решительный шаг вперед навстречу неизбежности к тернистому пути на Голгофу. Автор придал Спасителю удивительно человечный образ. Низкой линией горизонта художник разделил картину на две части, вложив в этот прием также и философский смысл. Темная каменистая пустыня – это реальность, окружающая человека во время его пребывания на Земле. Предрассветное небо символизирует надежду на светлое будущее, которое настанет после принятия правильного решения и последующего преображения. Еще до начала второй выставки передвижников в декабре 1872 года у Крамского было несколько предложений от желающих приобрести картину, в частности от Кузьмы Солдатенкова и от Академии художеств. Но первым, кому он назвал свою цену – 6000 рублей – был Павел Третьяков, который тут же приехал в Петербург и купил картину для своей коллекции, которая впоследствии составила основу Третьяковской галереи. По словам самого мецената, картина «Христос пустыни» или «Спаситель», как он ее называл, была одной из его любимых картин. «Спаситель Крамского» мне очень нравился и теперь также нравится. Почему я и спешил приобрести его? Но многим он не очень-то нравится, а некоторым и вовсе. По-моему, это самая лучшая картина в нашей школе за последнее время. Может быть, ошибаюсь. «Христос пустыни» сегодня вызывает в зрителей сильные эмоции, притягивая к себе глубиной философских рассуждений и невероятной реалистичностью сюжета. Третий шедевр, о котором пойдет речь – картина «Неутешное горе», которую Иван Крамской написал в 1884 году. Полотно было задумано и писалось под впечатлением отличной трагедии, постигшей художника, смерть его младшего сына Марка в 1876 году. В чертах лица женщины, одетой в траурное черное платье, угадывается сходство с женой художника Софьей Николаевной. Работал над картиной Крамской долго и мучительно – около четырех лет. Вероятно, поэтому картина получилась, по словам Репина, точно живая в действительности. Прежде чем остановиться на окончательном композиционном решении, Крамской сделал множество эскизов, экспериментируя с формой и содержанием в поисках наилучшего выражения чувств. В одной из версий сраженная произошедшим женщина держится за портьеру, в другой, утомленная рыданиями героиня, сидит в опустошении на кресле. В окончательном варианте картины художник чрезвычайно сдержан в показе внешних проявлений человеческих чувств. Они главным образом сосредоточены в глазах женщины и в ее руках. Кажется, взгляд матери устремлен внутрь самой себя. Волос, вчера гладко причесанных, сегодня не касалась расческа. Глаза полны бесконечной тоски. Они опухли, но слез уже нет. Смятый платок женщины прижимают к губам. Героиня выглядит смирившейся и опустошенной, как будто выплеснула все чувства до конца и готова принять неизбежное. Богатая обстановка комнаты выполнена в золотистых тонах, резко контрастирующих с черным платьем женщины. Погребальные венки, коробка с цветами – все детали полны символизма. Красный тюльпан в горшке выглядит таким же хрупким, как человеческая жизнь. Пустота за дверью в комнату весьма созвучна пустоте в душе матери, потерявшей ребенка. А картина «Черное море» Ивана Айвазовского, которая висит на стене, показывает, что в жизни человека неизбежны бури, которые, возможно, сменятся штилями. Иван Крамской знал, что такое печальное произведение вряд ли найдет покупателя. Однако считал, что художник должен работать не только ради денег, но и для служения искусству. Когда картина была готова, Крамской написал Павлу Третьякову «Примите от меня эту трагическую картину в дар, если она не лишняя в русской живописи и найдет место в вашей галерее». Третьяков взял картину в свою коллекцию, но все же вручил живописцу полагающийся гонорар. Картина «Неутешное горе» Ивана Крамского – очень личное произведение, основанное на реальных событиях. Утожнику удалось весьма правдиво показать скорбь в простой и чистой форме, дать зрителю в полной мере почувствовать эмоции, скрытые глубоко внутри героини. Среди работы Ивана Крамского много замечательных картин. Сегодня мы говорили о трех из них. На этом наш рассказ подошел к концу. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!